Ну что, ребятки, ТГР держится на плаву, но имеется ввиду этот наш второй процветает, и мы начинаем делать видеоигры а-ля четвертая серия в Game Dave Tycoon. И в итоге я тут сейчас подумал такой, и наверное, наверное, нам нужно заняться каким-нибудь заданием. Найдем сейчас издательство. Что мы тут можем сделать? Любая тематика симулятора, оценка шестерка, любой жанр. Не нравится мне это. Для взрослых на ОАЗИС. Детектив любой жанр. Давайте попробуем сделать... Сюда. Потому что мне здесь нравятся отчисления, штрафы мне нравятся. Все здесь отлично. Минимальная оценка шесть. Блин. А давайте не будем рисковать. Вообще, по факту, давайте лучше, наверное, сюда. Любая тематика. Для всех. Нет. Давайте мы сюда попробуем под эгидой издательства пропихнуть сиквел. Так. Среднее для взрослых. Блин, я не ознакомился с условиями. Детектив. Выберите жанр. Конечно же, будет квест. Выберите платформу. Куда так лучше бы впихнуть? Стоимость лицензии 200. Нет. Нет, нет, нет. Вот. Вена ОАЗИС. Для всех сделаем. Ну, конечно же, вк.com. И ладно, не будем делать пока что сиквел. Так. Детектив. Квест. Лагуна. Серии. Много. Маньяка. Такое бы. Сделаем проходной квест. Ну, мы 3D двигаем. Да, мы делаем 3D. Или давайте 2D сделаем. Ай, я не знаю, на что это влияет. Фу. Геймплей не нужен. Так. Обучение в игре не надо. Сохранение надо. Простые видеоставки. Линейный сюжет. Все. На квест мы пустим себя, конечно же. Так. Ты у нас слабенький пойдешь на геймплей. А ты сюда. Все. Поехали. Поехали. Уже ажиотаж у нас. Я Эрни Кенкл из Электр Геймс. Я слышал, что ТГР работает над новой игрой. Может быть, вы согласитесь поделиться информацией о вашем новом проекте и дать интервью по этому поводу. Ну, давайте расскажем. Многим нашим читателям любопытно узнать, как принимается решение при создании видеоигр. И как в компании определяются приоритеты в процессе разработки. Ваша новая игра – это проект на тему детектив в жанре квест. Не могли бы вы рассказать нам, что требуется больше внимания в таких? Дизайн уровней или дизайн мира? Ну, это квест. Я думаю, дизайн уровней. Спасибо за уделенное время. В недавнем интервью с компанией ТГР и Инк мы обсудили им готовящуюся игру, и Реи рассказали о приоритетах в ее разработке. Детектив квест – это прежде всего дизайн уровней, заявляет основатель компании Серж. Но другие разработчики игр, судя по всему, с этим не согласны. Считают, как правило, для таких игр дизайн мира гораздо важнее. Плевать. Так, диалоги. Давай ты поработаешь у нас на диалогах хоть чуть-чуть, хоть что-то сделаешь. Дизайн уровней, ладно. Я пойду. А, пускай вот так вот и будет. Вот так вот и сделаем. На диалоги мы потратим уйму времени, пускай он занимается. Маркетинг. Так, маркетинг нужен нам. Ну, нет, у нас ажиотаж и так есть небольшой, пойдет. Притом же он растет. И я бы своим маркетингом только деньги бы на ветер пустил бы. Так, на графику пойдешь, конечно же, у нас я. На звук пойдешь ты. А ты пойдешь вот сюда. Дизайн мира. Ну, давайте на звук вот так вот. Ладно, давайте делать хорошие игры. Какой у нас дизайн. Вы посмотрите только на эти показатели. Баги, баги, баги. Все, поехали. Фух, будем надеяться, что мы не прогорим. Неплохо, неплохо, неплохо. Отлично просто. Поиграли с удовольствием. Все, отлично. Ты идешь у нас в отпуск. Ты идешь у нас в отпуск. Так, я занимаюсь сначала анализом игры. Игра получила требуемый рейтинг. Будем рады новому сотрудничеству с вами. И да, я сделал правильные ставки, ребят. Я горжусь собой, как руководителем игрового проекта. И самое главное, мы вдвоем, отлично, втроем, отлично справляемся. Нам следует полностью использовать ресурсы всей команды для разработки игры. Так, у нас идет исследование. Блин. Давайте потратим на разветвленный сюжет. Коль мы тут так на квесты налегаем с вами. Ну, блин, у нас уже два ляма, два ляма, ребят. Сейчас будем выпускать сплен-офф. Точнее, сиквел. Кого там нужно, давайте узнаем. Так. История игр. Лагуна. Обезглавленный демон пятерочка. Огненный поворот шестерочка. Красная нить миров пошла. Симулятор у нас дерьмово получается. Вот, в мире, где все мертвы, мы будем сейчас делать сиквел. Киберпанк ролевые. Киберпанк ролевые. Все, для взрослых на ПК. Блин. Ну, давайте пока что поизучаем кое-что. Смена дня и ночи. Или древо диалогов. Древо диалогов мы не можем себе позволить. Давайте смена дня и ночи сделаем. Блин, наверное, нужно будет выпускать наплойку. У меня для вас особое предложение. Нашим агентам недавно удалось позаимствовать кое-какие данные. Ну, давайте узнаем. Больницу мы исследовали. Хорошо. Так, а мы ж сиквелы обучили. Обучили мы сиквелам? Ладно, меня обучать смысла нету. Так, ты, обучение. Что у тебя? Технологии у тебя провисают. Вот, давайте несовершенный код мы тебя пустим. А ты у нас поучишься пока что. Ну, а что у тебя тут? Тоже технологии у тебя сильно страдают. Так, ладно. Ладно, так. Давайте создадим свой новый движок. Хотя у нас тут добав... А, хотя есть что добавить. Смену дня и ночи. Редактор уровней. Мультиплеер. Разветвленный сюжет. Все, движок это будет у нас... Мх. Ком. Версия. Три. Пока у нас деньги есть, давайте сделаем хороший движок. Венаджир. Ну, а я ими не пользовался, Венаджиром. Я не знаю, зачем я вот эту 2D графику, версию... Стой. Блин. Я хочу, я хочу. Ладно, давайте небольшой стенд сделаем, но мы, наверное, не успеем ничего начать. То, что мы будем заняты разработкой движка. А движок мы рекламировать не сможем. А, ну, у нас лагуна серийного маньяка. Ну, будем надеяться, что это хоть немного привлечет внимание фанатов. Фанатов. Все. И пока у нас есть деньги, давайте создать продолжение. Мы, конечно же... Где ты? Вот. В мире, где все мертвы. Для взрослых. Среднее. В мире, где... Все воскресли. Давайте так, воскресли. Киберпанк, выберите платформу. Ну, пока у ПК еще отличные показатели. Конечно же, mh.com версия 3. Дальше. Поехали. Начать разработку. Поехали. Я очень много денег трачу на создание движков. В плане того, что я все пытаюсь включить. Так. Разветвленный сюжет. Мультиплеер. Обучение. Улучшенное развитие персонажа. Вот. На движок давайте. Все-таки мы тогда потратим времени. Поехали. Ох, не выстрелит. Не выстрелит. Если мы только не успеем в перспективную аудиторию вписаться. Редактор уровней нужен нам? Я думаю, нет. Искусственный интеллект. Так. Диалоги я на себя беру, ребят. А ты идешь у нас сюда. Дизайн уровней надо. Вот. Вот так вот сделаем. Хотя нет. Мне кажется, диалоги вот так вот. Дизайн уровней и искусственный интеллект. Вот. Поехали. Давайте еще на маркетинг затратимся. Ладно. Давайте просто журналов. Открытый мир. Смена дня и ночи. Давайте по полной делаем ставки. Звук. На графику. Все. Все. Поехали. Фу. Вот жалко, что мы G3 пропустили. А топ мэп, я думаю, взорвали бы мир. Правим баги. А-а-а-а. Ладно. Мы выстрелим все равно. Поехали. Поехали. Пройти тренинг серж. Стереозвук. Ладно. Ждем рецензии. Сейчас нас засрут. Нет. Походу, ребят, мы выстрелили. Хо-хо-хо-хо. Мы выстрелили, ребят, снова. Не так сильно, как первая часть. Но, в принципе, девятку мы сделали. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче! Компания TJ Ear Inc. Недавно выпустила продолжение игры в мире, где все мертвые. Новая игра серии называется в мире, где все воскресли. И была встречена великолепно. Да, вы видите, вы видите, что происходит. Ладно, давайте пока что займемся анализом игр. А ты у нас обучением, потому что ты у нас самый слабенький. Давай мы не повторяйтесь, изучим. Исследования. Нужна ли нам 2D графика версии 3? Я думаю, нужна, потому что иначе мы не сможем. Но давайте... Нет, давайте мы сделаем как. А тут все по сракету. Ладно, давайте копить. Последняя игра TGR In получила очень благосклонные отзывы. В Star Games игру оценили на 9 из 10, прокомментировавшись с нетерпением, жду продолжения. Если TGR In продолжат удивлять нас новизной, у них прибавится поклонников. Ну, давай еще одно очко сделай мне. Вот. Ребят, 5 лям! 5 лям! 5 лямов! Продайте полмиллиона копий игры без помощи издательства. Нам стало известно, что игра в мире, где все воскресли, недавно изданной компанией TGR Inc заработала более 500 тысяч. Вперед, TGR Inks! К успеху! Мы закончили анализ. Так, давай, пока ты там сидишь, обучайся. А самородки геймдэева, давай. Раскройте мне все, чем там происходит. Так. А, я потратил очко исследования. Ладно, давайте тогда мы возьмем и... Кстати, у нас там что-то было обучение. А, нужно 500, 500, 1 миллиард кредитов. Нет, мне это не надо. Исследования, давайте новую тематику изучим. Супергерои, во! Супергерои! Отлично! Шесть! Семь лямов! Семь лямов, ребят! Мы... Мы просто рвем! Мы просто рвем! Ладно, давайте возьмем себе еще одного человечка. Вот так же в наших форм, потому что... А, блин, что мне начинать делать еще один сиквел? Ну, конечно же, давайте возьмем его. Опа! Ладно, ребятам нужно отдохнуть. даже он я устал уже. Пока что ТЕС-64 Я, блин, соскипал, я почему-то соскипал, извините, ребят. За последние годы Супер ТЕС уступила значительную часть рынка более современным консолям. Эксперты признают, что аппаратная часть ТЕС-64 внушает уважение, но недоумевает, почему компания до сих пор не отказалась от картриджей в пользу более дешевых емких компакт-дисков. Тем не менее, характеристики ТЕС-64 действительно впечатляют. И Нинвента уже заявила, что планирует прямо противопоставить ее плейсистем от Вони. Блин, Вони звучит так... Так, че тут тебе? Тренинг для новых сотрудников, давайте. Тебе сразу же тренинг. Ладно, давайте новую тематику изучим в фэнтези. Сейчас мы сделаем классную штуку на PlayStation. Просто сейчас бомбу сделаем, ребят. Ну, конечно же, мы средний стенд сделаем, давайте. Или большой стенд слишком жирный. Ну, сейчас пойдет наша поехали. Рискуем! первая фантазия. Выбираем тематику фэнтези, выбираем жанр ролевые, платформу, Блин, я только что спустил все деньги. Я поднял 7 лямов и уже потратил кучу всего. Ладно. так, что же мы делаем? У нас ролевая фэнтези, первая фантазия. Простые видеоставки нужны, разветвленный сюжет, нужен, не нужен, нужен, сохранение, мультиплеер, обучение, улучшенный опыт развития персонажа, все это нужно. В итоге на движок мы убер... А че, я сделал маленькую что ли? Я хотел среднюю сделать, блин, ребят. Привет, из GameNova, я слышал, что работает над новой игрой, можете быть, вы согласитесь поделиться информацией о вашем новом проекте и дать интервью по этому поводу? Как вы считаете, будет ли игра первая фантазия успешной? Хорошо. Блин, сейчас я на G3 поеду с этой фигнёвой быть сдержанным. Спасибо за уделённое время. Давайте вот так вот сделаем плевать. Блин, я на G3 сагро... Я дурак. Я с первой фантазией... спустил полтора ляма... ч... Ладно, ажиотаж 95 сделали. Ладно. Ладно. Ну, блин, это маленькая игрушка, я хотел средний. нифига себе у нас ажиотаж, ребят. Сейчас, ребят, мы баги подправим, пожалуйста, чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Завершаем. Ну, выпускаем первую фантазию. Да ладно. То есть, я запустил офигенную линейку... Я запустил новую классную успешную линейку у себя. Ну, неплохо, 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 ребят. Да, заплатим 90 тысяч за кондиционеры. Че нам... Че нам делать? У нас уже 8 лямов. Первая фантазия новейшая игра от компании TGR Inc вызвала волну хвалебных отзывов и была с восторгом принята игроками. Профессионалы индустрии отмечают, что игра первая фантазия одной из тех редких явлений, которые задают новые стандарты качества для будущих игр. Похоже, что TGR Inc и ее первая фантазия вошли в историю игр. Так держать! В итоге давайте сейчас мы посмотрим историю игр наших. В итоге в мире, где все воскресли девятка. Мы потратили 500 тысяч, а купилось все это в прибыль в 700 лямов. 7 лямов. А тут только сначала, сначала мы уже на 3 лямов. Ой, какая прелесть. Нам стало известно, что игра первая фантазия, недавно изданная компанией TGR Inc, заработала более 500 тысяч. Если бы это была музыкальная запись, она бы получила статус золота. Завистливое шипение конкурентов лишь добавляет популярность игре. Значит, вывод. Нам нужен новый игровой движок. Займись, пожалуйста, анализом. Надо пока горячо клепать вторую фантазию. Очень важное сочетание превосплесения. Все отлично. Так, давайте исследуем 3D. Да, давайте исследуем 3D. Давайте обучим нашего Джеймса. Что у тебя слабо? у тебя слабо дизайн. Ну, тогда мы тебе дадим гейм-дизайн для пиратов. И давайте наймем себе еще. Супер Тесс уйдет с рынка, но я ей не занимался. к сожалению, я беру ляма. Какая у нас толерантная команда. девушка. И девушка, и два азиата, и темнокожий, и я рыжий. Толерантность так и блещет. Так, давай тебя мы обучим. Так, ну что, делаем вторую фантазию, ребят? Или создадим сейчас, давайте создадим свой новый движок. Ну, точнее, это будет не новый движок, а mh.com версия 3D. Да. Мы создадим вот так вот. Ну, а все остальное нормально. Чисто уже на 3D сделаем. Вы выпустили... А, я даже одну игру на SuperTest выпускал. Ну, что, делаем вторую фантазию. Делаем вторую фантазию. Да, готов, я знаю, я видел. Так, давайте исследование. Что там мы можем поисследовать за 20 очков? Да ничего мы не можем исследовать. Так что оставляем и возьмем и создаем продолжение. Конечно же, первую фантазию. и называем ее вторая фантазия. Платформу. Ну, конечно же, берем плейсистем. Игровой движок. Вот, все. Так, конечно же, давайте 3D-графику версии 2. надо постоянно показывать, улучшать. Все это мы тратим. Да, все это нужно. Блин, я опять малую сделал. А, ладно, ладно. Поехали. Ажиотаж, ажиотаж, ажиотаж. Вот бы еще G-Trip нам бы дождаться. Давайте добавим редактора уровней, чтобы хоть что-то было в этой игре нового, кроме улучшенной графики. Пускай ребята делают уровни свои собственные. Ну, да, все меня устраивает. Ну, что вы думаете? Вторая фантазия хотя бы чуть-чуть дотянет до первой. Ой, G-3, ой, G-3, G-3, G-3. Большой стенд. Все, поехали. Или подождем, давайте подождем немножечко, когда будет G-3. А, в принципе, мы просто не будем ничего выпускать. И наша вторая фантазия поедет на G-3. Недавние первые обзоры, посмотрим. да, Ребят, это провал Это провал просто Вторая фантазия Последняя игра Привела критиков в замешательство Вместо действительно новых игр Компания выпустила очередную подделку Из серии фэнтези ролевые Практически повторяющую То, что мы видели ранее Я вам добавил редактор уровней И 3D повысил Ну что вы так? За что? Вот комментарии Из типичного обзора По-моему игра вторая фантазия вышла слишком быстро После предыдущей Ничем не отличается от нее Ни в технологическом, ни в тематическом плане Наши компаньоны Определенно требуют модернизации А офис ремонта Современные компьютеры и оборудование Это отличное вложение средств Платим У нас денег есть У нас еще 5 лямов В принципе О! 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 Как классно! Вы на новый уровень пришли, ребят Компания TGR TGR Inc Недавно выпустила продолжение игры Первая фантазия Новая игра серии называется Вторая фантазия И была встречена так себе Знаю Я хотел поднять бабла Здравствуйте Выставка стала крупнейшим ежегодным событием Для разработчиков игр Но мы не собираемся на этом останавливаться Начиная с сегодняшнего дня Мы предлагаем разработчикам Помериться силами в различных состязаниях На протяжении всего года Присоединяйтесь к соревнованиям В любое время здесь нет призов Но зато каждый участник получает возможность Научиться чему-то новому И отточить свои навыки Администрация G3 И что ты хочешь? Так, тебя нужно отправить в отпуск Ну да Сегодня Вена наконец-то Порадовала фанатов Долгожданным анонсом DreamVast Консоли нового поколения Представитель компании заявил DreamVast это воплощенная мечта Самая лучшая консоль в истории Но мы то знаем Что это последняя консоль Аппаратные мощности DreamVast Обещает обеспечить графику По качеству сравнимую с той Что предоставляет лучшие персональные компьютеры Кроме того Встроенный модем Делает ее первой консолью Рассчитанной на игру онлайн Выход на рынок планируется В начале следующего года Фух А у самих-то стоит Нинвента 64 Но да У нас не окупится вторая фантазия Даже Нет, она окупится Но по сравнению с первой Мы, наверное, и миллиона-то не поднимем Ну что, ребята Отправляемся в отпуск Да, совершил ошибку Совершил ошибку Анализ игры, вторая фантазия Ну, нам Прошлый хит нам принес 9 миллионов Вторая фантазия нам принесла 300 тысяч Это фиаско Звук, не очень важный аспект игр Сочетание, ну, хорошо Да, я уже сам это понял Я понял вас, ребят Ладно Я думаю, нужно Начинать Новую игру Средних размеров Выберем тематику Супергерои Выберем жанр Экшен Выберем платформу Плейсистем Выберем 3D, конечно же 3D я сказал Дальше по... А, название, название, извините Мы назовем их Изумрудный Изумрудный Титан Вот Пускай будет изумрудный Титан Конечно же Для всех 3D графику Дорогую сделаем Так Что нам здесь нужно Разветвленный сюжет Нет Нам не нужен Простые Видео вставки Нужны Так Движок Сохранение Мультиплеер Конечно же Хотя на Playstation Не было мультиплеера Ладно Пихаем Или нет Давайте Ладно Обучение Улучшенный опыт Взаимодействия Развитие персонажа Все это нужно В итоге Мы делаем Вот так Вот На геймплей Пойду я Давай на движок Ты у нас Ну А Ты у нас На сюжеты Клэстов Поехали Мы 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 уже Любую Игру Делаем С ажиотажем Давайте Еще в маркетинг Вложимся Журналы И демо Версии Так Диалоги Нам не нужны В итоге На диалоги Пойдешь у нас Ты На дизайн Уровней Кто у нас Ну С дизайном Уровней Я хорошо Справляюсь А ты пойдешь На искусственный Интеллект Открытый мир Смена дня и ночи Нужно ли нам все это Это экшен Поэтому я думаю Открытый мир Я конечно же люблю Вот Ультимейт Спайдермен Игрушку И там Открытый мир И путешествие Но я думаю Давайте не будем Выпендриваться Или Давайте Открытый мир Сделаем Без смены Дней и ночи Так Ребят Я Заполнен Поэтому Ты у нас Хм Так Ладно Давай Ты у нас На звук Ты у нас На Нет На Ты на графику Ладно Поехали Ой Экшен У нас Никогда не получался Ребят Экшен Это наша Слабая Часть Последнее Время О Как 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 Знал Как Знал Знаете Я такой Прям Смотрел Вперед Давайте Сейчас Баги Подправим И Выпускаем Ладно В технологическом Плане Мы сделали Бомбу Следующий Сотрудник Ладно Все Я Поготов Так Пасхальные Яйца Так Давай Ты у нас О У нас Тут Новые Книжки Турнир По Программированию По Разработке Игр Ну Давай Ты Наверное Пойдешь У нас На У Тебя С Дизайном Плохо Давай Вот Ну Только Не Титана Ты у нас Займись Исследованиями Что нам Нужно Улучшенный И Ты Займись Обучением Нет Исследования Давай Пасхальные Яйца Нет Давайте Пока что С новой Тематикой Подождем Покопим Немножечко Динюжек Я думаю Самое Время Заняться Чем Нибудь Сочетается Превосходно Неважный Аспект Превосходно Да Да Я Делал Среднюю Игру Так Ладно Давайте Посмотрим Что там Нам Найти Издательство Что нам Тут Предлагают Вы Хотите Сказать Что Мастер В Еще До сих Пор Работает Нет Не Хочу Я Виртуальные Животные Нет Я Семерочку Не смогу Сделать А вот С этим Давайте Попробуем Виртуальные Животные Да Давайте Купим Лицензию Давайте Сделаем Симулятор И Назовем Игру Долгомоны Малую Игру Для Детей Блин Ладно Давайте Для всех Сделаем Ну Ну Да Конечно Ж Версия 3D Но Выпускать 2D Сейчас Ладно А я Опять Среднюю Выбрал Вы Хотите Сказать Ладно 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 Так Развитие Персонажа Нам не Нужно Улучшенный Опыт Взаимодействия Ладно Это мы Делаем Симулятор Домашних Животных Поэтому Улучшенный Опыт Взаимодействия Оставим Но На геймплей Я иду Понятное Дело На движок Давайте Пустим Мы тебя На сюжет Квесты Ну Вот так Все Поехали Долгомоны Выстрелят У нас Или нет Так Тебя Нужно Я слышал Что ТГР Работает Над Новой Игрой Может быть Вы согласитесь Поделиться Информацией О вашем Новом Проекте И дать Интервью Этому Поводу Ну Давайте Многим Нашим Читателям Любопытно Узнать Как Принимается Решение Для создания Видеоигр И как В компании Определяются Приоритеты Ваша Новая Игра Это Проект На тему Виртуальные Животные В жанре Симулятор Не можете Рассказать Что требует Больше Внимания В таких Играх Сюжет Квесты Или Звук Если Если Это Симулятор Я думаю Давайте Звук Выберем Вена Ну Уходи Вена Оазис Да Ладно Мы Согласились Создали Ажиотаж Так Нам Нужен Искусственный Интеллект Давайте На дизайн Уровня Мы пустим Тебя А ты Пойдешь А Давай Вот У нас Кто есть На Диалоги Редактор Уровней Нафиг Нам не Нужен Улучшенные Диалоги Тоже Нафиг Нам не Нужны Все С долгомонами Ехать На выставку Ладно Давайте Небольшой Стенд Выберем Так Вот Этого Парня Нужно Отправить В отпуск Вы Мы Должны Еще Патчи Выпускать Давай Разработай Патч Пожалуйста Мы Уже Тебя В отпуск Ты Патч Доделаем Эту Игру Сами Открытый Мир Не Нужен В симуляторе Виртуальных Животных Так Так Что у нас Тут Дизайн Мира Давайте На графику Ладно Уж Я пойду Ты Пойдешь А Ну и Все Ладно Поехали Изумрудный Титан Завершилась Ну Плохо Все Очень Плохо Ну Давай 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 Сотню 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 Ладно Мы Ажиотаж Хоть Об этом На Долгомоны Господи Мы Сейчас Просремся Ребят Выпустила Выпустила Нужный Патч Для Игры Изумрудный Титан Вот Реакция Одного Из фанатов Мне Нравятся Такие Компании Как TGR Inc Они Хоть И Выкачивают Деньги Из пользователей Но При этом Понимает Наши Проблемы И стараются Чтобы Мы Полной Мере Получали То Что Заплатили Ура Я не Вэлф Я не Вэлф Я делаю Патчи На свои Игры КС Гоу Просто Послушай Мнение Людей И поймешь Что Им проще Выпускать Скины Автоматов Чем Патчить Прицеливание И шапочки На Скинпорт С2 Да Ладно Ну Что Новые обзоры Давай Долгомоны Пожалуй Все Ребят Нам Нам Хана Ее место В мусорке Анализ Игры Долгомоны Делай Что Мы можем Поизучать На свои О Давайте Сейчас Мы Сделаем Все По красоте Еще И штраф Мы Оплатили У нас 4 ляма Осталось Ребята Это Все Очень Плохо Все Очень Очень Плохо Да Ладно Хотите Сказать Что Игра Ладно Еще И окупится Превосходно График Очень Важный Аспект Хорошо Ладно Я Совсем Так Много Жанровость У нас 84 очка Исследования Давайте Мы Делаем Исследование Мы Используем Богатую Нет Давайте Напарники И Потом Мы Берем А Богатую Предысторию И У нас Остается 29 Ничего У нас Нет Все Очень Плохо Значит Значит Перед тем Как найти Работу По контракту Давайте Еще А Это Найти Издательство Ну Хирургия Любой Жанр На Тест 64 Давайте Попробуем С хирургией Выстрелить Пятерочку Нужно Сделать Ну Давайте Попробуем Не Исследована Хирургия Ну А Если Я Исследую Хирургия У Меня Открытая Хирургия Начать Исследование Ладно Так И Быть Хотя Я Хотел Подэкономить На Стереозвук О Наконец Там Все Уходи Издательство Эээ, где моя хирургия? Пожалуйста Они меня сейчас только что Выставили в дураках Ну ладно, любая тематика экшен Давайте попробуем Попробуем выстрелить в детей Стрелять в детей видеоиграми Отлично Экшен, что у нас будет На экшен Ну конечно же, я думаю Супергерои, экшен Платформу Что мы можем Давайте попробуем еще раз в Dream West выстрелить Нет, не будем мы стрелять в Dream West Ну тогда давайте У нас плойка есть 3D Супергерои мы назовем Ааа, я не могу придумать название Психомэн Психомэн будет у нас Игрушка Поехали Ладно, давайте Не будем ухудшать графику Так, у нас экшен У нас линейный Нам, мы можем вообще даже Сюжета не делать Ладно, давайте Вот так вот Сделаем мультиплеер Давайте на движок Наляжем Без сюжета Но именно Ну и давайте Развитие персонажа Так и быть Все, поехали Сегодня Воня анонсировала Приемника Своей популярной Консоли Play System Более мощная Начинка Позволит Play System 2 Успешно Конкурировать С современными Консолями Вроде Dream West В отличие от Dream West Делающий упор На онлайн игры Play System 2 Продолжит Развивать Сильные стороны Play System Массивный контроллер Со множеством функций Обещана даже Обратная связь В виде вибрации Улучшенная графика Поддержка DVD Вот далеко Не полный список Незабытый Поддержка игр От первой Play System Так что Наш психомен Редактору Все это Не надо Нет Давай Ты Сюда У нас Пойдешь Все Поехали Мастер В Больше Не Поддерживается Две Штуки Нам Полтора Ляма Че мы Там такое Выпустили На Мастер В Что Прям С момента Своего выпуска Dream West От Вена Оставалась Самой Продаваемой Консолью В истории Но в преддверии Выхода Play System 2 Ее продажи Сильно упали Если Play System 2 Оправдает ожидания У Вена Начнутся Серьезные проблемы Так Ты нам Не нужен Дизайн мира Давай На графику Пойдешь Ты уже Вот Все Так 3D графика Монозвук Богатая Предыстория Давайте Богатую Предысторию Впихнем Будем Развивать Союки Вселенную Супергероев У нас Есть Изумрудный Титан И Психомен Сколько Багов Сколько Компания Microcoft Признанный Лидер В разработке Программного Обеспечения Для ПК Сегодня Объявила Что Планирует Выйти На рынок Игровых Консолей Со своей Новой Разработкой Под названием Mbox Первые Демонстрации Были Действительно Впечатляющими Однако Еще Неизвестно Как Новая Консоль Покажет Себя В сравнении С Популярной Dream West И Давно Ожидаемой Play System 2 Выход Mbox Ожидается В ближайшие Месяцы Ну а Мы То Знаем Что Отправить Тебя В отпуск Надо Вообще Нужно Ребятам Дать Отдохнуть Play System 2 Вышла Отправим В отпуск Отправим В отпуск Все Баги Попатчены Все Нет Нашли Еще Один Баг Завершить В итоге В итоге Ребят Ладно Повысили Деньги Кончаются Деньги Кончаются Выход Play System Ознамевался Феноменальным Успехом Ее в микс Сметают С полок И производство Едва Успеет За спросом На интернет Аукционах Цена Консоли Превышает Розничную В 5 раз Но покупатели Все равно Находятся Пока Вония Пожинает Плоды Самого Удачного Дебюта В истории Вена Подсчитывает Убытки От резкого Падения Продаж Dream West Так Психоменш Не выполнили мы контракт Ребят Не выполнили Мы просрались И в этот раз Все очень плохо С экшеном У нас вообще Мирка Нофт Перенесла Дату выхода Своей новой Консоли Мбокс Теперь Называет Сроки В этом году По слухам Задержать Выпуск Их Побудил Феноменальный Успех Play System 2 Ой Ладно Давайте На этом Мы с вами Закончим Я не знаю Куда я веду Свою кампанию Но походу У нас все Очень-очень-очень Плохо Будем выпускать Сиквел Будем выпускать Сиквел Пока что У нас Занимается Анализом игры Что я могу Вам сказать С вами был Гремлин Серж И он Был с вами На канале Таурус Гейминг Ревайвал Видео Вставки Движок Стереозвук Давайте Выберем Многожанровость 80 Нужно Движок Видеоролики Давайте Видеоролики Сделаем Нет Стереозвук Или улучшенные Видео Вставки Дерево Диалогов Давайте Сделаем Вы были На канале Таурус Гейминг Ревайвал Если вам Понравилось Это видео То переходите На него Посмотрите Прохождение Других Лестплееров Абсолютно Разных Игр И И И И Не забываем Подписываться До свидания